7019 безработных сейчас зарегистрировано в Центре занятости населения Хабаровска. Из них только 30% — это граждане, уволенные в период пандемии, а 70% — это люди, которые ищут работу впервые или длительно не работающие. Те, кто встают на учет в Центр занятости, могут пройти обучение и получить новую профессию или повысить квалификацию. Из-за коронавируса такие курсы некоторое время были закрыты, но сейчас все постепенно возвращается в прежний режим. Подробности далее. Машину сократили, ну и водителей попросили уволиться. Сергей Сергеенко пять лет проработал в небольшой транспортной компании. После сокращения встал на учет в Центр занятости. Там ему предложили повысить водительскую категорию, чтобы получить возможность сесть за руль грузового автомобиля и получать большую зарплату. В принципе, уже куда есть идти. Осталось только права получить. В рабочее время можно позвонить и согласовать время первого вождения. В Хабаровском автомеханическом колледже теорию вождения ведет Алексей Центнер, преподаватель с 19-летним стажем. Если ученики отнесутся к курсам добросовестно, то уже в сентябре смогут получить новую квалификацию. Все в этой группе пришли обучаться от Центра занятости. Категория СБНЦ полтора месяца учится. Теория и практика проходят параллельно. Теория проходит в вечернее время, а практика в любое удобное для кандидата-водителя время. Центр занятости населения Хабаровска плотно сотрудничает с автомеханическим колледжем. Несмотря на большой выбор специальностей, чаще всего хабаровчане обучаются на водителей. На втором месте по востребованности специалисты дорожной отрасли. Преимущественно это машинисты самоходных машин, трактористы, бульдозеристы. Мы обучаем также в том числе нагрейдеры. У нас есть направление обучения фарвардеры, харвестеры. Это больше лесная промышленность касается. Ну и соответственно вся дорожная техника, которая есть в крае, которая востребована для дорожников. Из-за коронавируса переобучение на время было приостановлено. Сейчас группы постепенно начинают открываться. Тем, кто решает пройти обучение, от центра занятости назначается стипендия. В Хабаровске она составляет от 5 до 14 тысяч рублей. На сегодняшний день на учете в центре стоят больше 7 тысяч безработных. Анастасия Незнанова, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. В период пандемии в администрации города провели мониторинг вакансий на муниципальных предприятиях. Всего насчитали 600 свободных рабочих мест. Эти данные передали в центр занятости населения Хабаровска. На сегодняшний день из 6 сотен вакансий заняты всего 12.